Здравствуйте! В эфире телеканал АПС, программа «Городские подробности». Вместе с вами мы традиционно подведем итоги уходящей недели и сегодня в выпуске. Санкт-Петербург и Архангельская область. Перспективы сотрудничества накануне обсуждались в региональном правительстве. На этой неделе в Архангельске появилось сразу два социально значимых объекта, о каких расскажем через несколько минут. Архангельск посетили известный хоккеист Владимир Мышкин и музыкант Александр Розенбаум в нашей программе «Их впечатления о столице Севера» и ее жителях. Рабочая поездка главы региона Игоря Орлова в Маймаксанский округ. Насущные вопросы, конкретные ответы. А сейчас обо всем по порядку. В столице региона завершилась культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга. Она стала результатом соглашения о сотрудничестве, которое наша область заключила с Санкт-Петербургом на прошедшем столице Североэкономическом форуме. О развитии деловых и культурных отношений двух регионов наш материал. Свой визит в столицу Русского Севера делегация Санкт-Петербурга во главе с губернатором Георгием Полтавченко начала с возложения цветов к монументу Победы на площади мира. К церемонии присоединились и жители города воинской славы Архангельска. Архангельск стал первым портом, Санкт-Петербург вторым. Нас объединяет общие традиции. О традициях и их развитии гости из города на Неве говорили в региональном правительстве. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что Северный край сегодня продолжает быть интересным как с культурной, так и с экономической стороны. В первую очередь в вопросах импортозамещения. В Архангельске замечательная целая линейка продуктов, которые востребованы и пользуются большим спросом у жителей Санкт-Петербурга. И в первую очередь продукция вашей рыбной отрасли, которая на мой взгляд сегодня является одной из лучших в Российской Федерации. Тема связанная с созданием специализированных каких-то структур торговых сетей по реализации рыбной продукции для жителей нашего города. Что это будет? Либо это может быть рыбный рынок, может быть рыбные ряды. Но мы хотели бы видеть представителей вашего бизнеса, архангельского бизнеса на вот этой площадке в обязательном порядке. В обязательном порядке будут решаться и вопросы в сфере здравоохранения. Лучшие клиники Санкт-Петербурга должны стать для северян доступнее, как и санатории нашего региона для петербуржцев. Продолжают регионы и совместную работу в сфере образования. Уже 7 лет наш морской институт имени Воронина является филиалом знаменитой петербургской Макаровки. Были подготовлены наиболее квалифицированные кадры, руководящие состав Северного флота и высоко востребованные в России и за рубежом морские специалисты. Выпускники института активно участвуют в работе по освоению российской Арктики. Правительство Архангельской области заинтересовано в дальнейшем сотрудничество с головным вузом. Сегодня наши регионы являются базовыми пунктами для реализации арктических проектов. Арктические проекты оба региона будут реализовывать, развивая судостроение. Архангельский и Северодвинск выступят флагманами в этом вопросе. Причем в существующем между нашей областью и Санкт-Петербургом соглашении поморской столице отводится особая роль. Это прежде всего, конечно, образовательная деятельность, подготовка кадров и сотрудничество с Северно-Арктическим университетом. Это большое предпринимательское взаимодействие, это туризм. Поэтому, конечно, сегодня было приятно услышать уже продолжение этого соглашения о конкретных путях реализации тех или иных проектов. Поэтому город Архангельск будет активно принимать участие в выполнении этого соглашения по разным направлениям его деятельности. Сегодня активно развивается Красная Кузница. Это филиал звездочки Северодвинского предприятия. Поэтому мы надеемся, что и сюда будут заказы соответствующие. По всем сферам деятельности Архангельск будет работать по выполнению совместного соглашения. В рамках совместного соглашения между Поморьем и Санкт-Петербургом уже в этом году ожидается несколько больших событий. В сентябре предприниматели из города Наневе представят свою продукцию на Маргаритинской ярмарке. А в декабре поморская делегация отправится на Международный культурный форум, площадкой которого станет Северная столица. Продолжаем выпуск. Большегрузный транспорт в конец разбил мост через реку Ижма. К ремонтным работам по распоряжению мэра Виктора Павленко предприятие Архкомхоз приступило незамедлительно. Грузоподъемность моста 5 тонн. Но в день происшествия, когда очередной грузовик повредил мостовой переход, даже легковые машины стояли по обе стороны реки. В течение всего дня муниципальное предприятие Архкомхоз укрепляло несущие балки и восстанавливало дорожный настил моста. Обеспечить транспортную доступность поселка населением в полторы тысячи человек – первоочередная задача. Сейчас в экстренном порядке была поставлена бригада аварийная. Сегодня к вечеру, либо завтра к полудню должны сделать аварийный проезд для обеспечения прохода легковой техники, максимум 1-2 тонны. Уже к 19 часам 9 сентября противоаварийные работы на мосту через реку Ижма были завершены. Силами предприятия Архкомхоз укреплены поврежденные пролеты и восстановлен деревянный настил. Организован проезд легковых машин массой до 2 тонн. Таким образом, муниципалитет обеспечил транспортную доступность городского района. Срочные противоаварийные работы в ближайшее время сменятся плановыми. Состояние деревянных конструкций – объект особого внимания коммунальных служб. С понедельника мы приступим к работам капитального характера. Часть моста мы отремонтировали в прошлом году. Источник финансирования определен, деньги все спланированы. На время проведения ремонтных работ транспортное сообщение с поселком будет осуществлять автобус 180 маршрута. На этой неделе состоялось торжественное открытие детсада «Веселые звоночки». Он стал девятым появившимся в Архангельске за последние годы. Три этажа комфортных условий, современное оборудование, 24 специалиста и 280 довольных малышей. Вот так «Веселые звоночки» начали свою работу уже в первый день. Красочный фасад всех цветов радуги и разноцветные игровые зоны только прибавляют радости ребятне, которая с минуты на минуту переступит порог детского сада. Глаз, конечно, радует. Укомплектован детский сад. Видно неплохо. Очень жизнерадостный детский сад, конечно. Детский сад изначально был ведомственным, затем долгое время пустовал. Реконструкцию учреждения занимали совместно городские и областные власти. Правительство региона выкупило учреждение у собственника и передало муниципалитету после масштабного ремонта. Это здание сегодня обрело новый облик, новое содержание, но все равно должно остаться добрым домом, хорошим образовательным центром для наших детей. Благодаря Игорю Анатольевичу, личному его участию, мы обратились к нему с просьбой. Он включил нас в дорожную карту детских садов. И этот детский садик построен за федеральные областные деньги. По сути, является подарком губернатора Архангельской области нашим юным архангелогородцам. В больших помещениях настоящий простор для творчества и развития, новая мебель, игротека, даже освещение – все по последним стандартам. У нас светодиодные светильники во всем детском саду и на улице. Это плюс, это экономия, и это безопасность, и сертификаты на них есть. Штат педагогов и воспитателей в веселых звоночках полностью укомплектован. С ребятами занимаются 24 специалиста. Мы с ребятами познакомились, поиграли. Даже наши повара устроили пир. Ребятки кушали булочки и угощались конфетами. Как убедились глава региона Игорь Орлов и мэр Архангельска Виктор Павленко, оснащение пищеблока соответствует всем санитарным нормам. Все по требованиям, по правилам. Как обычно, очень вкусно. Будем варить, стараться, чтобы деткам нравилось. Естественно, питание у деток диетическое все, все отварное, паровое. Для питаться, обучаться и развиваться малыши будут в 12 группах, в 9 из которых ребята в возрасте до 3 лет. Какую красоту сделали наши замечательные строители при поддержке губернатора, мэра. Это в самом центре для жителей нашего города, для самых маленьких, для самых любимых жителей нашего города. На реконструкцию здания при софинансировании областного и федерального бюджетов было направлено 280 миллионов рублей. Проект уникален тем, что мы вернули к жизни детский сад. И то, что у нас разные были периоды жизни в стране, и мы что-то теряли, сейчас мы приобретаем. Вот символом такого приобретения является возвращение в новую реальность, является в том числе этот детский сад. Это государственная задача, да и социальная задача, которая является прямой обязанностью власти. Обеспечение детей местами в детсадах продолжает оставаться главной социальной задачей мэрии города, определенной и в майских указах президента. По нашей просьбе включено правительство области в дорожную карту строительства двух детских садов в Соломболе у 62-й школы. Завершается к концу года проект, тоже большой, на 280 ребятишек. И второй уже готовый проект на 330 ребятишек, это в Майской горке район перспективной застройки, много домов. Поэтому вот два проекта, конечно, еще третий, это на 120 небольшой тоже вместе с Красной Кузницей, но это пока под вопросом. Два проекта уже войдут в дорожную карту и будем... Уже вошли. Уже вошли в дорожную карту, губернатор подтверждает. И дальше будем, я думаю, участвовать через годик-два в открытии нового детского сада. Процесс продолжается. Спасибо всем. Девять дошкольных учреждений, более двух с половиной тысяч дополнительных мест в действующих детсадах. Таковы результаты совместной работы правительства региона и Архангельского муниципалитета. В Поморской столице все дети с трех лет обеспечены местами в детсадах. Это стало возможным благодаря общим усилиям и общим пониманиям стратегических задач, возложенных на Архангельск и Архангельскую область. С наступлением осени световой день становится короче, а значит необходимость качественного освещения улицы и дорог выходит на первый план в работе муниципалитета и специалистов предприятия «Гурсвет». Сегодня они завершают ремонты на нескольких участках, применяя при этом новые технологии. На этом мониторе весь город как на ладони. Специалистам «Гурсвета» такие цифровые технологии требуются для полного контроля всех источников освещения в Архангельске. А их более 18 тысяч 60 специальных контроллеров, которые приобрело предприятие, передают оперативную информацию на пульт диспетчера. Эти контроллеры мы устанавливали специально на удаленные объекты. Это острова Кегостров, Хабарка, 29-й лесозавод. Сделано это все для оперативного управления, о получении информации о данных объектах. На контроле городских властей освещенность и безопасность оживленных магистралей. Среди них и проспект Ломоносова. На его пересечении с улицей Гайдара сегодня начали работу светофоры. Работы по их монтажу предприятие «Гурсвет» проводило совместно с городским ГИБДД. Совместно с органами местного управления принято решение об организации светофорного регулирования на данном участке. То есть создали некую безопасную зону. В зону безопасного отдыха превращается и красная пристань. Здесь предприятие «Гурсвет» ремонтирует несколько опор наружного освещения, а также монтирует 10 светильников. Аналогичная ситуация. Восстанавливаем, заменяем опоры по третьему лицозаводу. Там деревянные опоры меняем. На очереди у нас с 64-го года постройки – это опоры по Троевскому проспекту на участке от площади профсоюза до Воскресенской. Чтобы сделать улицы и дороги Архангельска освещенными и безопасными, городские власти предусмотрели в бюджете более 23 миллионов рублей. Объем работ значительный. Это нанесение дорожной разметки, это организация подходов к пешеходным переходам, это содержание светофорных объектов, их у нас в городе более 91 штуки, и содержание дорожных знаков, их у нас более 7 тысяч. И также уделяем большое внимание организации так называемых искусственных неровностей, это лежачие полицейские. В этом году мы, скажем так, отремонтировали и построили, но вывели в эксплуатацию, это порядка 11 перекрестков. Кроме того, мэрия Архангельска в оперативном порядке решает вопросы монтажа новых линий освещения, особенно на островных территориях. Сейчас вот по итогам работы, естественно, горсвет и коммерческая деятельность ведет. Образовалось некоторое средство в районе, это 5-7 миллионов рублей, определяем, где наиболее такие значимые моменты, где усилить светильниками, обеспечить освещение. Сегодня освещение в городе 68%, но, к сожалению, неравномерно, есть участки, где, конечно, необходимо и подводить сеть, этой работой мы планомерно занимаемся. Что касается установки светофоров, то вскоре новый регулировщик появится и на пересечении улицы Бадигина и Обводного канала. На эти цели из городского бюджета выделено около 700 тысяч рублей. К другим темам. Близится к окончанию работы на одном из самых больших за последние десятилетия новых спортивных объектов на стадионе в Северном округе. Именно этот стадион на базе ДЮС США номер 6 стал предметом соглашения между правительством региона и муниципалитетом столицы Поморья. Это первое соглашение между мэрией и архангельской правительством региона в рамках федеральной целевой программы об использовании совместной инфраструктуры по развитию спорта. Долгосрочные документы о сотрудничестве Игорь Орлов и Виктор Павленко подписали в присутствии спортивной общественности и заместителя министра спорта России Павла Новикова. Главная цель договора – создать эффективный физкультурно-спортивный центр на базе ДЮС США номер 6. В перспективе в этом физкультурном комплексе будут сконцентрированы самые разные спортивные направления. Считаю, что очень сделан серьезный шаг вперед. Те объекты, которые все-таки вводятся, это тоже нормальные, хорошие, достойные объекты. Хотя, конечно, есть еще над чем работать, хотя, конечно, есть еще, ну, скажем так, с чем заниматься и Игорь Анатольевич, и Скотинам в Москве. Потому что, конечно, вам надо, и мы будем помогать. Ввод большого спортивного комплекса в эксплуатацию планируется в конце 2015-го. За три года по федеральной целевой программе в регионе было построено более пяти физкультурно-оздоровительных объектов. Мы рассчитываем получить внимание не менее чем к десяти объектам в области за эти годы. Мы рассчитываем по всем нашим базовым видам спорта получить поддержку и развить нашу инфраструктуру, лыжи, хоккей с мячом, пулевая стрельба, единоборство. Все это в сфере внимания. Но, что не менее важно, а может быть даже и более важно, это, конечно, поддержка массового спорта, развития физкультурно-оздоровительных комплексов и всех видов спортивных сооружений. Подписание соглашения о сотрудничестве правительства региона и муниципалитета – важное событие в спортивной жизни Архангельска. Оно станет новым вектором развития спорта столицы Поморья. Город Архангельск – спортивный город. Здесь культивируется более 70 видов спорта. В общеобразовательных школах более 40. У нас 10 дюша. Даже сложные годы мы их все сохранили. Не просто сохранили, укрепили материальную базу. Их возглавляют очень опытные руководители, спортсмены. И за последний год число учащихся в них увеличилось на 2,5 тысячи. И составляет сегодня 7,5 тысяч только в дюша. И среди 35 тысяч учащихся в общеобразовательных школ более 20 тысяч занимаются в спортивных секциях. С каждым годом это наращивается. Сегодня в Архангельской области культивируется 13 базовых видов спорта. В рамках единой государственной программы выделяются гранты и премии тренером. Лучшим из них сегодня вручили награды и благодарности. И еще об одном открытии. На проспекте Чумбара-Волучинского, дом 29, начал работу фермерский магазин. Овощи, ягоды, мясо, молочная продукция – все натуральное. Впрочем, как смогла убедиться Елена Матвеева, новый магазин заботится не только о здоровье, но и об экологии. Во всем мире такие бумажные пакеты – главный индикатор того, что производитель думает о сохранении окружающей среды. Ведь эта упаковка биоразлагаемая, а значит не вредит экологии. Впрочем, не только вдумчивым отношением к природе уникален фермерский магазин на Чумбаровке. Свежайшее молоко, ароматные ягоды и диетическое мясо – все это на прилавке поставляют местные сельхозтоваропроизводители. Здесь же продукты с модной сейчас приставкой – органические. Это продукты, которые выращены и произведены вообще без химических веществ, красителей и добавок. Они получают специальный зеленый сертификат. Продвижение на рынке местных товаропроизводителей – такая задача была поставлена в послании губернатора Архангельской области. Открытие фермерского магазина на Чумбаровке – наглядный пример ее выполнения. Все натурально и, конечно, собственную продукцию, чтобы наши фермеры реализовать. То есть все трудности с реализацией. Конечно, это очень даже хорошо. Новый магазин – это 20 новых рабочих мест. Это 170 квадратных метров, наполненных натуральной свежей продукцией. От круп и макаронных изделий до экологически чистого мыла. Кроме того, в магазине открыта эко-кулинария, в ней полезная готовая еда. Сегодня в малом и среднем бизнесе поморской столицы заняты 58 тысяч человек. Доля налоговых поступлений растет с каждым годом. Уже 12 лет Архангельский муниципалитет реализует целевые программы поддержки и развития малого бизнеса. В 2013-2015 годах ее финансирование составило 13,5 миллионов рублей. Работа по поддержке малого предпринимательства ведется уже несколько лет. Существует такая городская программа. Она в разных направлениях. Прежде всего, мы уже много лет не поднимали коэффициент К2. Он остается стабильным. Заморозили поднятие арендной платы на несколько лет. Досрочная арендная плата для малого и среднего бизнеса. Льготная арендная плата при немедленно социального коэффициента. И очень немаловажно сейчас участие в областных программах по поддержке предпринимательства. Это дает возможность получать конкретные средства. Ну пусть это небольшие, 300-500 тысяч рублей. Но это начальный капитал, который дает возможность начать свою деятельность. Поэтому результат он виден. И вот, казалось бы, вот эти меры, которые направлены на уменьшение поступления в бюджет. Но наоборот, вот эти меры дали возможность, чтобы поступление в бюджет стало больше даже. То есть получилось, что мы решили две задачи. И помогли предпринимателям, и не ухудшили поступление в бюджет. Примеров очень много. Это и торговля, это, конечно, производство каких-то ремесленных товаров. Но очень важно для нас, чтобы это было сельхозпроизводство. Прежде всего, особенно вот сейчас вот такой период импортозамещения. Поэтому это выпечка хлеба, кондитерских изделий, это сельхозпродукция. Вот сейчас открылся магазин на Чумбаровке 29. Молодые предприниматели получили городскую субсидию. Будут реализовывать товары сельхозпроизводителей наших. Работа тоже продолжится. Работа очень важная. И самое главное, что она дает обоюдный эффект. В планах создателей фермерского магазина на Чумбаровке открытие специального сайта, на котором можно будет заказать фермерские и органические продукты с доставкой на дом. В Архангельск прибыл знаменитый хоккеист, олимпийский чемпион Владимир Мышкин. Он принял участие в открытии регионального этапа 5-го Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, который проходит во Дворце спорта. А накануне Владимир Мышкин встретился с мэром поморской столицы Виктором Павленко. Градоначальник вручил знаменитому хоккейному вратарю книги о спортивной истории Архангельска, поблагодарив за интерес к поморскому спорту и юным хоккеистам, с которыми Владимир Семенович уже провел несколько встреч. Очень приятно мне лично познакомиться с вами. Приятно вручить вам мою книгу. Думаю, не менее приятно будет еще посмотреть ваш мастер-класс. Спасибо, спасибо. Я вот особенно вот такие книги, да, где я бываю, собираю, у меня коллекции. Есть, я очень люблю, как говорится, историю и географию. Шестикратный чемпион мира подарил Виктору Павленко несколько изданий об истории русского хоккея, отметив, воспитанники городских спортшкол станут достойными продолжателями этой победной летописи. Ребята очень пытливые, можно сказать, внимательные, любящие хоккей. Я думаю, что это правильные шаги в развитии, в популяризации хоккея. Владимир Мышкин вместе с мэром Архангельска Виктором Павленко и главой региона Игорем Орловым приняли участие в церемонии открытия регионального этапа 5-го Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. О знаковом спортивном событии расскажем прямо сейчас. Ночная хоккейная лига – сильнейшая любительская организация в стране. Появившаяся в 2011 году по инициативе президента страны Владимира Путина, в новом сезоне она объединит около восьми сотен команд из 110 регионов страны. Ночная хоккейная лига 5 лет назад под эгидой президента России Владимира Владимировича Путина начала свою уверенную поступь по стране. И сегодня она охватывает многие-многие города. Очень здорово, что этот прекрасный вид спорта поддерживается и развивается у нас в городе Архангельске и в Архангельской области. В церемонии открытия игр участвовал олимпийский чемпион, легендарный вратарь Владимир Мышкин. На его счету 527 матчей в чемпионатах СССР. Мне бы хотелось пожелать командам Архангельской области быть в числе претендентов на этот приз и с везением, с удачей, возможно, завоевать его. С приветственным словом к архангельским спортсменам обратился и мэр Архангельска Виктор Павленко. Уважаемые спортсмены, юные ветераны хоккея, Архангельск город спортивный. Здесь культивируется более 70 видов спорта и сегодня у нас действует и отделение в 4 школе хоккея с шайбой и в 10 школе более 200 ребятишек занимаются хоккеем с шайбой. Это замечательно и мы всячески будем это поддерживать. При поддержке губератора Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова, федерации, российской федерации, вы знаете, что мы в ближайшее время сдаем серьезный спортивный комплекс с большим футбольным полем, с искусственным покрытием Дюша-6. Игры регионального этапа ночной лиги открыли команды «Звезда Поморья» и «Спартак». Сборные объединили три возрастных звена. На лед выходили дети, взрослые и ветераны. Это же ответственная игра на самом-то деле. И все испытывают полную отдачу. Почему жарко на самом деле? Это боевая игра. Итог встречи 4-2 в пользу команды «Спартак». В предстоящем сезоне в Архангельской области пройдут более 100 матчей ночной хоккейной лиги. А на финальных играх в Сочи весной этого года нашим землякам будет за что побороться. Главный приз соревнований – грант Министерства спорта России на строительство ледового дворца в регионе команды-победительницы. Поэт и музыкант, народный артист Российской Федерации, полковник медицинской службы запаса. Архангельск посетил легендарный Александр Розенбаум. Это его не первый приезд в столицу Поморья, но в этот раз знаменитый исполнитель встретился с мэром Архангельска Виктором Павленко. Разговор получился не только о творчестве, но и о жизни. Эта встреча представителей северной столицы и столицы Поморья оказалась на редкость солнечной и теплой. Архангельск – это одна из жемчужин России. Это северная столица, я бы сказал. При всем моем уважении к Мурманску и любви к Мурманску, при всем моем уважении к Норильску, к Сыктывкару и так далее и тому подобное, все-таки Архангельск с точки зрения истории своей и людей, которых Архангельск подарил. Ну, начиная, естественно, не будем говорить о Холмогорах и Михаила Васильевича, Ломоносова, но много-много еще. Это столица, это родина и флота и так далее и тому подобное. Поэтому я каждый... и я, в общем, человек-то не южный, я же, в принципе, северный где-то, северо-западный. Поэтому, приезжая в Архангельск, я всегда очень радуюсь встрече с этим городом, с природой города, с историей города и с людьми города, естественно. Все города меняются, большое строительство. Я не был в новостройках Архангельска, но я уверен, что сегодня там так же, как и во всех городах абсолютно в России. Сейчас растут города, они прибавляют хорошим жильем, это самое главное, и приводятся в порядок города. Архангельск всегда был достаточно зеленый, я думаю, что он стал еще зеленее. И, пролетая с самолета, я вот сейчас рассказывал, я, конечно, был в восторге от леса Архангельского сверху. Он красно-желто-синее, зелено-лиловый, он безумно красивый. Я, поскольку кубанский казак, я уже сказал Александру Яковлевичу, что я, конечно, люблю цикл песен о наших казаках. Так, творчество все нравится, но я только вот с телевизора вас смотрю, а вот счастлив, что есть возможность познакомиться лично. Вы сказали, что вы все-таки северный человек. Чем северные люди отличаются все-таки от тех, кто в центре, на виде, может быть? Ну, они, не значит, что они скупые на эмоции, но они более сдержанные, более такие, более сдержанные. По России много едете, много выступаете. Ну, вот такая жизнь сейчас у России. Какие песни сейчас востребованы? Какие песни нужны России сейчас? Востребованы любые песни, которые рассказывают о человеческой жизни во всех ее проявлениях русским, нормальным, хорошим языком. И поэтому это уже мое профессиональное. Пора заканчивать, понимаете, с западным поклонничеством. Я очень, я рок-н-ролльщик вообще. Я вырос из Битлз, и для меня это очень любимая и дорогая мне музыка и культура. Но это может быть одним из основополагающей культуры, основополагающим языком. И в песнях в том числе должен быть русский. Мы его как-то незаслуженно обижаем в последние годы. Я думаю, уже пару десятилетий скоро, как все поют по-английски, английский и французский. Это хорошо все. Но русский язык и русская душа, она всегда произрастает русской мелодией и русским стихом, сказанным на русском языке. Поэтому я призываю как можно больше читать книг и слушать музыку не только западную, но и свою. В том числе и этническую. Этническая музыка, она очень интересна. Это настоящий рок-н-ролл, это настоящие блюзы и настоящий спиритчелл. Только когда этническая музыка в загоне, ее никто не слышит, это очень плохо. Уроженец северной столицы в Архангельск приезжает не впервые. И возможно на этот раз именно наша поморская осень вдохновит народного артиста Российской Федерации Александра Розенбаума на создание новых шлягеров. Клюква, мед и кедровые орехи. Если смешать все эти ингредиенты, то получится сибирский десерт. Это одно из любимых лакомств известного российского автора и исполнителя Александра Розенбаума. С секретами кулинарного мастерства музыкант поделился с нашей съемочной группой. Народный артист России Александр Розенбаум оставил на память Архангела Городцам не только приятные воспоминания о концерте, но и рецепт простого приготовления, а главное вкусного и полезного десерта. Колдовал маэстро здесь, в ресторане Паратов. Давайте посмотрим, как это было. Значит, берем клюковку. Лучше брусника. Брусника еще круче. Но если нет брусники, клюква тоже подходит. Хорошая ягода. Берем мед. Наливаем. Ну, я думаю, что чайных ложек, ну, штуки 2-3, наверное, на такой объем. Это вместо сахара, как вы понимаете. Перемешиваем. Орешки. Орешки кедровые, только кедровые. Все остальные будут, ну, худо. Тоже вкусненько вроде там грецкий или фундук, но худо. Вообще, это сибирская история. Это сибирский десерт. Поэтому нужен кедрач. Ну, тоже, чтобы не было много. Вообще, его должно быть немало, но чтобы не одни орехи были потом. Тоже перемешиваем. Перемешиваем. Так, можно еще добавить. Я люблю, когда много, но так будет. В самый раз. Придаем этому приличную форму. Получается вот такая буза. И отправляем ее в холодильник. Только не до состояния льда. Сейчас, чтобы это было хорошо, мы поставим в морозилку. Только следите. Но это должно быть просто холодное такое. Нормальное, холодное. Достаточной консистенции замороженные. Но не лед, конечно. Вы сказали, что это сибирский десерт. Откуда вы узнали этот рецепт? Во-первых, я езжу по стране. Поэтому не называйте это десерт от Розенбаума. Нет. Пишите, это сибирский десерт от Розенбаума. Поэтому не мое, это ноу-хау. Я его очень люблю, когда приезжаю в Сибирь. Они частенько у них в ресторанах и в аэропортах. Есть вот эта штука. Она очень калорийная, очень вкусная и очень прохладная. Я знаю, что вы любите готовить. Какое у вас коронное блюдо? Утка с яблоками. Плов. Ну, я много чего могу готовить. Дичь. Поскольку я люблю охоту, то дичь. Я делаю очень неплохо. Мясо вообще хорошо. Картошку жарить люблю. Макароны люблю жарить. Все могу. Я же человек простой. Почему именно сибирский десерт вы решили сейчас приготовить? Хотел ребятам, чтобы было хорошо. Отныне в ресторане Паратов, где народный артист России делился с нами секретами кулинарного искусства, в меню появится сибирский десерт от Александра Розенбаума. Апогеем пребывания Александра Розенбаума в столице Поморья стал, конечно, его концерт, который собрал горожан на площади у театра драмы. Архангелогородцы услышали легендарные баритоны, знакомые гитарные переборы. Розенбаум собирает стабильные аншлаги на всех без исключения концертах. Ее выступление в Поморской столице не стало исключением. Нам очень нравится творчество Розенбаума, и пришли еще раз послушать и убедиться в том, что оно действительно стоит того, чтобы послушать. Как гитарист пришел больше и поучиться у него, и посмотреть, как он наступает. Александр Розенбаума, я всегда прихожу с радостью, то есть достаточно интересный для меня человек. Ну, нравится, слушаю постоянно. Был неоднократно на его концертах в Архангельске. Добрый вечер, дорогие друзья, в рамках Дней Санкт-Петербурга в Архангельске я очень рад сегодня быть здесь, петь для вас. Спасибо, что пришли, спасибо за интерес, благодарю вас. Хочу хранить историю страны своей, хочу открыть Михайлов замок для людей. Хочу придать домам знакомый с детства вид. Мечтаю снять леса со Спаса на Крови. Но снимая фраг, детища Петра, гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский забот, он дворцам своим корень. Хочу воспеть, я город свой мастеровой. Хочу спеть, покуда в силе и живой. Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь врагом несловленный народ. Глава региона Игорь Орлов и мэр Архангельска Виктор Павленко в рамках рабочей поездки встретились с жителями Маймаксанского округа. Общение с горожанами продолжалось больше двух часов. В зале Маймаксанского дома культуры те, чьи судьбы крепкими узами связаны с этим округом. Врачи, продавцы, педагоги. В ходе встречи обсуждался довольно широкий круг вопросов. От работы коммунальных служб до строительства жилья для многодетных семей. Людей волнуют как конкретные житейские проблемы, так и вопросы государственной важности. Упрос такой прямой. Будет полномасштабный конфликт с Западом или нет? Потому что очень многие люди повторяют с собочками, прежде всего матери, жены, ну и все люди. Соответственно, какое у нас есть видение этого, в этой проблеме, как и что слышно в Кремле, что слышно на реку. Спасибо. Сделали операцию моему племяннику, который был ранен на Донбассе и чуть не погиб. Это кажется, что война где-то далеко, она все время может оказаться рядом. И не дай бог это случится. Конечно, я знаю позицию президента, знаю позицию в целом всей нашей системы государственной власти. Буквально недавно общался с Николаем Платоновичем Патрушевым, это секретарь Савбиза. Делается все возможное и невозможное даже. Вы посмотрите, насколько сдержанно себя сегодня ведет система государственной власти, когда речь идет о всех видах конфликтов. Все, что возможно для того, чтобы уйти от прямых таких и жестких столкновений, делается. Уверен, что нашему президенту хватит выдержки и такого удивительного разума, который он подтверждает не раз уже за годы нахождения на этом посту, чтобы не допустить этого. Не дай бог. Поэтому, конечно, даже подумать об этом страшно. Я тоже, между прочим, с Донбасса, и когда даже в мыслях, в самом страшном сне невозможно было представить, что русские и украинцы сойдутся вот так вот лбами. Но это случилось. Поэтому важно, чтобы политики отрабатывали эти вопросы на высочайшем уровне. Искренний ответ главы региона задал тонны всей последующей встречи. Маймаксанцы откровенно заявляли о своих проблемах, а Игорь Орлов брал на карандаш самые наболевшие. Алексей Баранов выступил от имени жителей дома по улице Победа, 18, корпус 3, который уже 4 года оплачивают квитанции заводу по счетчикам, а не по установленным водоканалам тарифам. При этом договор с муниципальным предприятием у маймаксанцев заключен, но их управляющая компания «Уют» расчеты вести не торопится. Мы сейчас меняем управляющую компанию на «Мегаполис». То есть сейчас нас хотят, ну фактически заставить платить по тарифам 2015 года. И то даже если мы успеем. Пока меняем управляющую компанию, уже будет 2016 год. А договор до 2019 времени, ну как бы временно. То есть мы можем потом проведенную нами год, там всю официальную, лишиться ее. Я знаю, что данный вопрос вы и Виктор Николаевич Павленко помогли женщине из «Кобарки» решить. Можно ли нам тоже помочь? Хорошо, Алексей Сергеевич, оставляйте документы и мы, безусловно, возьмем. Вот Виктор Николаевич говорит, что есть уже решение, но это на контроле решим. Вопрос о компетентности и добросовестности управляющих компаний в маймаксе стоит особенно остро. Именно в выстраивании взаимоотношений с УКАИ проявляется способность жильцов к общественному самоуправлению. Мы, безусловно, через наши институты, через жилищные инспекции стараемся контролировать, влиять на эти процессы. Хотя, вы знаете, мы никак еще не переходим, не можем перейти в то состояние, когда жители многоквартирных домов, жители не могут включиться должным образом в понимание того, что управляющая компания – это не государство. Управляющая компания – это нанятая вами за ваши деньги организация для управления вашими домами. И, конечно же, выстраивать эти отношения мы должны, как граждане, научиться с управляющей компанией в условиях соответствующих правил и законов самостоятельно. Когда это не получается, тогда, безусловно, система государственного контроля должна встать рядом и помогать отлаживать эту систему отношений. На особом контроле региональной муниципальной власти держат и вопрос переселения горожан из ветхого и аварийного жилья. Всего за несколько лет по программам, финансируемых с привлечением средств фонда реформирования ЖКХ из областного и городского бюджетов, в Архангельске было расселено 75 аварийных домов, в которых проживали более 2000 человек. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья является федеральной программой. В соответствии с тем законодательством, которое сегодня существует, в нее включены дома, поставленные на учетках аварийные до 1 января 2012 года. Мы обеспечим финансирование этой программы с передачей соответствующих полномочий на муниципальный уровень, которые ведут застройку строительства соответствующих домов и последующее переселение жителей из аварийных домов, соответствующих требованиям программы. Учитывая, что далеко не все получается сделать вот такими разбросанными участками, мы договорились с мэрией о том, что мы с этого года перейдем на комплексную застройку. Ряд полномочий вывели сейчас на региональный уровень, по-моему, там с середины этого года мы за это взялись. И планируем решать задачу путем комплексной застройки территории. Ну, места уже определены. Кстати, один контракт даже подписан на первый дом многоквартирный, высокоэтажный по переселению по программе. Рассчитываем, что к концу следующего года мы сможем этот дом построить, соответственно, решить задачу, частично задачу переселения. Второе пятно застройки подготовлено в районе Ленинградского проспекта за домами ветеранов. И сейчас готовится конкурсная документация, чтобы там тоже построить высокоэтажные дома и так существенно продвинуться. На сегодняшний день объем выполнения программы по переселению из аварийного жилья у нас превышает 70%. Но те, кто сегодня проживает в деревяшках, вынуждены ежедневно сталкиваться с массой коммунальных проблем. Нас заучил запах канализации во всех домах. Мы не знаем, как уже с этим бороться. Я записал адрес, я попрошу жилищную инспекцию подключиться и мою, наверное, городскую, для того, чтобы посмотреть причинно-следственные связи в этом вопросе. Потому что наверняка вопрос где-то либо в дырявых трубах, либо в системе обратки так называемой. Интересовала Маймаксанцев и организация работы врачей. В местной поликлинике, например, острая нехватка лоров. Жителям приходится записываться и ездить в больницу в Северный округ. Тейси Черетун предложила установить такой график работы специалистов, чтобы из поселка первых пятилеток они успевали приезжать и в Маймаксу. Хирурги-то ездят, например, там, вот он принимал, а вечер у нас применил. А, вот это я согласен. Еще одна важная тема, которую мы максанцы подняли в ходе разговора с главой региона – это строительство дорог. Совершенствование транспортной инфраструктуры – одна из главных задач в программе развития области до 2020 года. На ремонт городских дорог в этом году столица по морю получила из областного дорожного фонда 97 миллионов рублей. 17 миллионов рублей – средства из городской казны. На эти деньги архангельские дорожники ремонтируют 9,5 километров дорог общей площадью почти 90 тысяч квадратных метров. В ближайшее время в новый асфальт оденутся более 15 улиц Архангельска. Дороги – это тоже инфраструктура, и вопросы, связанные с дорожным строительством, они решаются по-разному, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Но то, что дороги мы обслуживаем действующие, это очевидно. Строим очень много новых дорог, только региональных дорог мы построили более 200 километров за 3,5 года. Сейчас проводим целый комплекс работ с муниципалитетами по приведению порядок муниципальных дорог. И эта сфера деятельности, она, безусловно, является экономически, социально востребованной. Движение по дорогам – это обязательное условие. Один из самых животрепещущих для маймаксанцев вопросов – устройство в детские сады. В округе работает 19 дошкольных учреждений. Детский сад номер 127 «Почемучка» в микрорайоне «Экономия» распахнул свои двери в 2011 году. За последние годы в Архангельске появилось 8 учреждений для дошколят. И хотя малыши областного центра в возрасте от 3 лет местами в дошкольные учреждения обеспечены, останавливаться на достигнутом правительство региона и муниципалитет не намерены. По дошкольному образованию Архангельская область продвинулась достаточно активно. Поставленные президентом задачи по обеспечению детей в детских садах от 3 до 7 лет практически решены. Сейчас мы стараемся сделать так, чтобы детишки уже от полутора лет могли ходить в детский сад, тем самым решая задачу и занятости для молодежи, и, конечно, создания новых рабочих мест. И привлечения людей в экономику региона. В Архангельске построено уже много детских садов. Сегодня в Аймаксанском округе проживает более 23 тысяч человек, в том числе на островных территориях. Работают школы, детские сады. Однако один из острых вопросов – дополнительное образование. Родители справедливо волнуются, чем занять детей после школы. Игорь Анатольевич, я с премьерника из поселка Лесной рекорд. Вы там у нас еще не были. Поселок в 70-е годы был большой лесопилкой. Так, наш поселок. Много было очень иностранных пароходов, увозили пиломатериалы. Теперь поселок остался, конечно, поменьше. У нас большая школа. Нынче учится более 500 человек. Для подростков нет никаких спортивных заражений. Давно загрузили стадион, но его очень легко восстановить. На нем можно заливать пот, на нем можно делать лыжню. И вот два года мы пытаемся, и так и не сумели даже залить у большого годового хода. Для подростков именно. Для малышей детских площадок у нас достаточно. Это силами городских депутатов мы это сделали. Я большой сторонник этих проектов, и я с удовольствием поддерживаю все, что связано с развитием спорта. Если будут подобного рода инициативы, давайте мы, конечно же, их поддержим. Мы и финансово поддержим, и организационно, потому что я абсолютно согласен. Один из самых действенных способов отвлечь наших детишек от всяких глупостей является, конечно, в том числе и спорт, ну и клуб, о котором вы говорили. Маймакса – рабочий район. Ее жители, как никто, знают о нехватке квалифицированных кадров. Система среднеспециального образования нуждается сегодня в поддержке государства. Остановился на этой теме Игорь Орлов. У нас целая серия положительных реализаций, начиная от кадетских классов, соответствующих профилирования ребят, и заканчивая, например, сейчас строительные классы. Мы создаем, формируя из них последующих рабочих строительных специальностей и инженеров. Есть предприятие, учебное заведение такого плана в Северодвинске со специализацией именно по функциям и задачам Северодвинска. Мы сейчас аналогичные учебные заведения делаем в лесной отрасли, ну и так далее. Поэтому среднеспециальное образование – это образование, которое сегодня должно помочь стране сформировать квалифицированный рабочий класс. Обсудили и вопрос выделения многодетным семьям бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Эта работа ведется в Архангельске в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Многодетную маму Надежду Беспалову интересует доступность такого жилья. Почему их выдают в таких местах, где многодетной семье жизни не хватит поднять этот участок? И второй вопрос – примется ли закон на региональном уровне о денежной компенсации за эти земельные участки? Спасибо. Ситуация с выделением участков для многодетных семей получилась слишком громко заявленной. С одной стороны, нет земель, уже подготовленных под выделение. С другой стороны, для того, чтобы землю привести в то состояние, как это требуется, дорогу отсыпать, провести воду, провести электричество, провести канализацию, требует это действительно огромных вложений. И когда начинаем выстраивать очередь по поводу всех, обеспечения всех, кто нуждается, особенно в больших городах, Северодвинск и Архангельск, как раз возникает масса вопросов. Вроде землю выдали, но теперь встает вопрос по инфраструктуре. Во-первых, вы в соответствии с действующим законодательством праве требовать доведение вашего участка до состояния, когда на нем можно строить. То есть все должно быть подведено к этому участку. И это прямая задача, которая прописана в сегодняшнем законе. С этого года вышла новая норма закона, по которой мы можем предоставлять либо денежную компенсацию, либо заменять это квартирами в жилых домах по договоренности с многодетными семьями. Соответствующее законодательное решение областного собрания депутатов подготовлено. И если мне не изменяет павель, числе 70 законов, которые будет рассматривать областное собрание вот сейчас в сентябре, уже внесено, потому что мы отрабатываем федеральное законодательство. Поэтому такое право появится. Игорь Орлов рассказал и о будущем региона, о путях развития промышленности и производства. Именно от этого сектора зависит пополнение бюджета Поморья и открытие новых рабочих мест. В качестве примера глава региона привел международный инвестиционный проект строительства железнодорожной магистрали «Белкамур», соглашение о реализации которого подписано недавно в Пекине президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Для Архангельской области это новые перспективы. Про большие проекты типа «Белкамур» конечно, это проект такой, мы с ним ведем работу большую, системно, с первых дней моей работы. Сейчас подписано очень большое соглашение, связанное с финансированием этого проекта. Мы, безусловно, рассчитываем прежде всего на создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и увеличение налогового потенциала Архангельской области. Вот это три функции, на которые мы рассчитываем. Самое первое, это то, что мы поменяем ситуацию в наших отдаленных территориях, это Пинежский, Верхнетоемский район, север его, или Шуконский, для того, чтобы иметь возможность осваивать лесосеку и развивать с помощью этой дороги инфраструктуру и социальную сферу вокруг этой дороги. Еще одним этапом этого комплекса работы является порт новый, который глубоководный будет развиваться. Он ни в коем случае не перечеркивает экономию. Экономия своя большая задача, он будет дальше работать, а он будет решать задачи перевалки крупных грузов соответствующими судами. Интерес к этому есть. Вопрос замыкания Белкомура на этот порт, он существует и просчитан инвесторами. Именно поэтому китайцы, они ведь не потому, что меня там давно знают, или Гайзера любят, это губернатора Коми дают деньги. Они просчитали экономическую целесообразность этих проектов и реально 100% собственных средств вкладывают в реализацию этого проекта. Круг острых вопросов главе региона Игорю Орлову, который подняли жителей Маймаксы, был столь широк, что встреча продлилась около двух часов. Прямой диалог с населением – это хорошая традиция, которая сложилась и будет продолжена в дальнейшей работе региональной и муниципальной властей. Это самый эффективный способ совместно сделать жизнь лучше в каждом уголке Архангельской области. Вот такой была эта неделя. Я, Артемий Заварзин, прощаюсь с вами. Увидимся через семь дней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова